доброго все варвар господа с вами снова рима сегодня у нас очередная серия atila total war за аксум ну что ж мы в прошлой серии вернее нам удалось немного сделать саботаж до командования и вы знаете у нашего врага у вражеского генерала заминусован заминусовано вернее репутация я не знаю на что это повлияет по всей темсти повлиять на его характеристики и на в общем всю его армию и тут как тут они решили нас перехватить потому что мы высадились принципе у берегов наша задача как говорится конечно же попытаться одержать победу а потом выдвинуться дальше вперед чтобы помочь нашим ребятам которые уже сидят более двух лет мне кажется да в осаде битва ясреб 410 год нашей эры по всей видимости битва будет возле берегов если я все правильно понял не нет я не все правильно понял кстати если смотрите какие обалденные просто пейзажи ребята это у нас аравийский полуостров по всей видимости возле берега такие деревья и деревья прям непонятные если честно ну очень интересно выглядит а вот они наши бойцы ждут нашего приказа это просто о точно видите бузеров вот там чихнул только что да так ладно чуть прям захотелся в во втором риме еще поиграть продолжит кампанию за римскую империю забудьте вернее римской империю так ладно будем сейчас с вами обстреливать ребятюль всяких так как они идут на наступление поэтому мы можем принципе сейчас занять возвышенность наверно да или нет давайте подумаем один выставим своих копейщиков вот здесь вот своих копейщиков будем ставить по бокам конечно же мечники будут находиться на передовой эти эти мечники будут под номером 2 наш полководец будет стоять конечно же чуть-чуть позади так ну и наша баллиста наши анагры будут ввести непосредственный огонь так ну мечники здесь мечники там но давайте ребята самое главное чтобы они посмотрите вот здесь вот можно поставить копейщиков по бокам на всякий случай да они могут нас перехватить это очень нехорошо вы знаете почему я так ставлю копейщиков ребят по бокам потому что ну по любому они они будут фланги наши закрывать заходить наши фланги по краям да и взять баллисту наших анаграф ну что ж поехали вперед скорее время сейчас будем обстреливать либо вражку вражеского полководца либо будем просто их массив обстреливать а где они кстати находится они кстати в бой мой кот там разорался аж да он он тоже чувствует кровь по свидетельности враги будут идти с этой стороны я надеюсь с этим атаковали они нас атакуют кажется они нас атакуют да потому что мы вроде погода не выбирали вот они кстати ребутюли пришли пришли молодцы 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 так это у нас конные застрельщики конные лучники дальше смотрим а вот он собственно приближается вот они принципе и копейщики мне кстати одни копейщики да ой как хорошо как хорошо мы их обстреливаем то ну-ка давайте стреляем вот в этот вот эту часть так наемная группа персидских воинов к хорошо мой прям как кишочки разлетаются то кстати где где конец то конец а сможет сейчас попытаться обойти нас со фланга хорош просто хорош кстати у нас нет ни одного лучника это очень печально мой ее ее ей как это невероятно так они наши будут обстреливать вот и вот и кстати вражеская конница обходит нас обходит обходит нас перекрываем так здесь нас тоже обходят вперед пошла жара пошла жарище так называемая ой они уже убегают ребят они уже убегать нифига себе мы их вырезаем то а вот это я понимаю вот это я понимаю пошла пошла жара просто жарище так наши полководцы напали мы перехваты в разку конницу хорошо мы заранее прям их перехватили здесь вот у нас кстати могут могут быть кое-какие проблемы добиваем добиваем вот этих вот бойцов до последовательности я в разку полководца сильно задебафил и действительно действительно это очень сильно помогло нам надо все-таки мечником помочь своим помогаем своим мечником отправляем своих этих ребят туда 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 здесь у нас проблемы так обходим 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 отправим своих копичков тоже их обходим так мы здесь вроде бы отдали приказ своевременно поставься перехватить в разку конницу ну и конечно же пытаемся завершить это наступление у нас оказать и резкая контратака произошла действительно это очень сильно хорошим образом вражеский полководец уже начинает нас обходить с этой стороны отправляем своих мечников сюда ну и конечно же да мы ждем смотрите смотрите хопа это просто жесть пошла жара как говорится пошла нефть по трубам да так и нашу полководца продолжает обстреливать можно принципе полководца уже отправить на передовую пусто пока занимается этими делами всеми пошлите добиваем 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 этих индейцев так что у нас там по левому флангу пытаемся за забрать вражескую кавалерию ну и конечно же поэтому флангу тоже у нас здесь большие проблемы мы здесь проигрываем потихонечку а мы заходим со фланга и это в принципе должна должно подействовать так полководец бежит это прекрасно так и чё эти ребятки наши уже отстреляли до наша болезнь отработала отработала свою зарплату у них закончились боеприпас так быстро заканчиваю боеприпасы очень даже не этот не халя чё не хорошо в раз погоди убит это прекрасно это отлично просто мы их просто полностью всех разогнали это поведение мыси я так думаю очевидная победа была у нас в принципе были кое-какие потери кстати вот под обстрел попадает этот отряд именно да и вражки застречки убегают постреляли и убежали кстати это их полный состав мы сожалению не поймали ну что ж победа наша мы победили победили так здесь у нас нормально все ой да ладно давайте 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 здесь их очень много 120 160 комитетские копейчики захватываем их полностью забираем забираем вот еще один вот 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 отлично здесь сколько у нас уже 43 и 160 наши мечики кстати намного быстрее бегать нежели этих комитетских копейщиков да потому что у нас вроде бы легкие мечники особенно вот эти вот африканский афарский вернее мечники они очень легкие ну них блин очень очень все плохо со статами так этих мы догоним не догоним блин эти они чуть-чуть медленнее бегают смотри какое мясо а бери не хочу прям да мы их тупо не догоним походу нет кавалерии у наших бойцов бегите бегите душу вашу машу душу мотал бегите бегите чтоб вашу душу машу больше не видел ладно завершаем битву это у нас решительная победа нас было в 2944 их было 3033 ну практически одинаковое количество бойцов но зато мы их нормально так подшатали мы можем сейчас взять и пополнить свои потери ну и конечно же продолжит атаку скорее всего они сейчас будут просто тупо штурмовать ястреб если не буду то они полные провальщики мне кажется так жалко нашего царя мы своего царя то потеряли очень жаль очень жаль ребята айло иудея да они снимают этот и убегают назад прям как позорные трусы попытаемся взять думат наверное да атакуем с этой стороны именно дума таткуем ребята давайте их опустошим их поселение мы будем сначала опустошать их поселение а потом уже а я не знаю ну захватывать я не знаю не стоит не стоит пока что просто все эти серии все все это время мы играли на их игре то есть по их игре понимаете так у нас в египте восстание опять черное и и противник погибает в битве восстание неминуемо это у нас здесь добиваем ублюдков нихера себе они как быстро убежали то далеко убежали они а вот заразы то такие кстати у нас получилась почему-то падает так здесь у нас восстание тоже да ну давай работа пока здесь смотрим что ты что тут мы можем доспехи для отряда полковаться плюс 5 давайте сделаем опыт для новых отрядов опыт для новых отрядов рвение общественный порядок это правительство защиты ближе бою для пехоты подчинен войска а здесь у нас получается рвение дальность подкрепления плюс 10 процентов урон от выстрелов тренировка щитом со щитом вернее численность ну давайте ему червение тогда сделаем ну и конечно же нам придется распустить эти анаграммы вот так вот сейчас уже 1759 пришлось конечно просто серии их нанять потому что это просто жесть какая-то так на союзничай и на своей земле слушайте нам надо как-то обединить эти армии верблюдом и нам точно здесь нужны кстати наемные эти бомжи их уберем так два отряда верблюдов здесь у нас будет да но и мне кажется этих ребятюль тоже надо распустить это у нас наемные рим и римские ребятюлей как я их люблю называть ну что ж придется подождать немного что тут у нас до все плохо у нас здесь все плохо так ладно город нам придется о мы сможем расширить что свой города мазунчик дай бабла пожалуйста а и спасибо дай бог твоей давай бороды хорошую бороду так подождите еще раз 600 золотых монет мы с вами получили а башхар а бар а бар шарх ептать так с ними тоже на пообщаться они не хотят нам давать а сосани а сосани дужки будут нам давать деньги или нет они вроде бы нам давали прошлой серии да так мы не хотим с ней право прохода так статус военный союз прекратить торговой договор они нападение тоже не хотят ой будет прикол если они нам объявят войну ребята это будет полный полная вакханалия просто вот видите вот у и у иудеи и так все плохо но они нам дают вот я именно про это говорил то и про то что ну как-то как-то знаете вот нету нету здравого смысла в дипломатии в тотал воротила нету как не не крути нету его душу умотал его просто нету кстати ну мы расширили свой город смотрите как это происходит хопа пошло расширение вот так вот это теперь выглядит и конечно же нам придется если он такой знаете интересно построить кстати мы можем закон закон конницу не построить до до спешной ворд войны на верблюдах до спешной войны на верблюдах кстати дает еще и позволять нанимать и дает гарнизон а дальше какие у нас здесь есть арабские всадники да ладно они кстати жесткие арабские всадники пикинеры на верблюдах а последнее и для этого нужно железо кушетские всадники с шателами налетчики из пустыни еще дает до гарнизон потребляем пищи и стоимость обслуживания минус 1200 это просто невероятно ну так как у нас в ястребе уже есть железо мы будем этот удерживать город до последней капли крови мы здесь по всей димости построим именно здание которое нам позволить нанимать кстати здесь выйти блин твою мать у нас здесь вообще никого нет ребята я же забыл то что у нас здесь вообще никого нет мы все от армии сюда отправили ускоритель стоимость стоимость патрон боли не они того нанял я хотел куда вы пошли то дебилы облажался я короче я не того нанял понимаете не того ладно хрен с ним давайте зададим ход посмотрим что из этого получится ну посмотрим слушайте ну можно можно их шатнуть я думаю можно я знаете что сделаю я я просто вынесу их нахер чертям собачьим давайте посмотрим давайте ребята поехали сейчас просто я я просто хочу вынести их поселение и оттуда вы их изгнать полностью уничтожить сжечь их поселение чтобы хоть как-то повлиять на восточную римскую империю но их сильно выносить нельзя потому что если мы сейчас вынесем их наши потенциальные друзья союзники так называемые они могут просто заселить поселить эти поселения так выбираем выбираем на на просто ждать я хочу сухую погоду вот так вот а и какая музыка прям перед битвой да ребята смотрите засусти да страшная музыка просто страшная так ну что шла давайте расставлять своих бойцов нас конечно будет обстреливать вот эти вот штуки давайте пока что верблюдов чуть позади оставим мы сейчас будем обстреливать конечно же вражеские соединения вот эти вот лучниками а если рядом съест я я думаю что скорее всего сейчас враг просто тупо нас контр-атакуете все у нее обычно такая тактик происходит всегда так всегда ребята ну чё бойцы unlocked formation лучники отправиться суда что у нас там с мечниками то у нас тут только один отряд мечников да получается да только один поехали обстреливаем эту вышку ну и собственно говоря выдвигаемся вперед так верблюдов чуть-чуть вперед мечники тоже ну и наша полководца вот сюда они все ближе мы видим вражескую конницу с этой стороны сразу перекрываем это точно это точно обстреливаю вышку ой какой жесткий обстрел пошел ребята какой жесткий обстрел вот это да вот это я понимаю 20 процентов уже почти 20 процентов Давайте, ребята, давайте, давайте, давайте Вперед Мы видим, там уже кто-то высаживается, да? Палим, 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 палим их, палим Так, мечников отправим на мечников Смотрим, там уже ребятки высаживаются потихонечку, да? Наша задача сейчас как можно быстрее занять этот город, друзья мои, как можно быстрее Так, у них уже здесь пожары происходят, 61% 62% 64, 66% Прекрасно, 70% уже Ну что, выдвигайтесь Они назад отходят Грамотно, молодцы 93% 100% Атакуем вражескую конницу Мы смотрим высадить уже, ребятки Вперед Отлично Давайте тогда эту конницу отправим сюда Верблюдов Я не знаю, верблюд смогут успеть, не успеют Вперед Давно я города не штурмовал, друзья Закрушили башню врага Так Так Легион Легион попадает под жесткий обстрел 58% уже Нашу засаду раскрыли И к нашу засаду раскрыли Так Да-да-да-да-да-да-да По вражеским По вражеским Тихо Назад 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 А теперь вперед Теперь вперед Отправляем 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 Отлично Кавалерию вражескую мы начали обстреливать Но не такой уж прям жесткий эффект пошел, к сожалению Отлично Заходим в кавалерию Включаем все эти бонуса Смотрим У них уже потихонечку начинают высаживаться ребятки У нас кстати осталось 16 минут до окончания битвы Давайте ребята вперед пошлите Так, где наш полководец-то? Полководец-то мы с вами не должны забывать Он должен быть на поле в битве Со своими Ребятами Ну что, давайте перехватим вражескую полководцу Вот он кстати Вперед Назад 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 Туда Добиваем Бомжей Вперед ребята Заходим Заходим Отлично Верблюдоны пошли Так Здесь мы Что-то долго Уже держимся Ребята Давайте быстрее Давайте быстрее Отлично Отлично Вражеская кавалерия Просто Оставляет свои позиции Это просто прекрасно Заходим Заходим Они собирают людей Так Вот здесь у нас проблемы Вот здесь у нас проблемы Друзья мои Ну давай Давай Кавалерия Кавалерия Быстро Прорыв Прорыв будет сегодня Нет у нас Давайте на прорыв Пошли Пошли на прорыв Это конечно опасно Тактика Но У нас уже Одни ребятки Уже начинают убегать Так Прекрасно Прекрасно Заходим Заходим на фланг Фланг врага Берем фланг врага Так Включаем перестрелку Мне кажется Пора уже выдвигать Выдвинуть Один отряд сюда Заходим сюда Отлично И догоняем Застрельщика Врага Давайте ребятки Быстро 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 Так Прорыв Прошел Прорыв Прошел Вперед Ребята Вперед Так Здесь у нас Проблемы Держим Каточку Пока Мы здесь Выделили Вроде бы Один отряд Сюда Да Заходим Ну вот эти ребята Должны по идее Быстренько Так Вражская башня Еще одна Уничтожена Отлично Назад ребят Назад 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 Заходим Сюда Все таки В таких Городах Сложно 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 Работать Мы видим Еще Один Отряд Начинает Убегать От нас И догоняем Вражеских Лучников Стойко Ставим Так У нашей Кавалерии Большие Проблемы Поэтому Давайте Отступим Отступим Своими Бойцами Ну-ка Боевой Дух Сколько Там Элитные Византийские Тяжеловооруженные Бойцы Мы Теряем Один Отряд Верблюдонов К сожалению Так Выделяем Еще один Отряд Давайте Сделаем Контратаку Ломаем Баррикаду Что-то У нас Штурм Конечно Очень дорого Нам Обходится Ребята Ой Как Дорого Обходится Смотрите Здесь У нас Еще Полноценные Элитные Византийские Тяжеловооруженные Моряки Находятся Всадников И своих Слили И Заходим Сюда Ну что Пока Стоп Не стреляйте Пока Что Остановитесь Остановитесь И остановите Меня Да Давайте Ребята Кто там Бежит Не бегите Все Пошли 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 Наша Койница Наша Просто Прекрасно Она У нас Восстановилась Пошли Пошли Ребята Пошли Все Отлично Так Койница Пусть Пока Отдыхает Я Обстреливаю Этих Бомжей Все Ребята Это Почти Победа Это Почти Победа Ломай Баррикаду Через Эту Эту Вышку Делать Нам Там Делать Нечего А Просто Эти Баррикаду Нужно Сломать И все И Пройти И Забрать Площадь Центральную Мы Кстати Вороскоп Полководца Еще Не Видели Да Мы Вроде Не Убивали Флотоводца А Полководец Никуда Не Делся Ну Что Заходим Баррикада Сломано Все Все Что Прошел Теперь Наша Задача Я не знаю Уничтожать Этот Город Или Нет Как Вы Думаете Ребята Выносить Его Или Занимать Его Блин Заняв Этот Город У нас Еще Будет Проблема С Общественным Порядком Мы Короче Увязнем Там В жопе Просто Мне Кажется Проще Всего Просто Взять И Уничтожить Этот Гребаный Город Сжечь Водотла Пошел Обстрел Ну Давайте Огненный Выстрел Сделаем Стоим Ребят Стоим Где Ваши Огненные Гребаные Выстрелы Бегом Блин Они Тупо Отступайте Они Нас Оттягивают Ребята Вы Посмотрите Что Делается Они Тупо Нас Оттягивают У нас Уже 9 Осталось Нам Уже Шевелить Как говорится Булками Своими Да Это Победа Это Победа Это У нас Героическая Победа У нас Было 33 Их Было 2113 Да Алауда Помните Его Да Класс 2 Алауда Вот Этот Гребаный Конец Он Нам Как-то Сильно Попортил Кровь Пошли Просто Выносим Их Полностью Вот Это Красота Вот Это Красота Вот Это Я Понимаю Так Ну Все Их Влияние Здесь По Иде Должно Отойти У нас Здесь Плодородие Просто На Минусе Ребята У нас А что Я Не Могу А Вот Она Чем Михалыч Оказывается Я же Сдал Ход Я же Сдал Ход Смотрите Александрия У нас Выжженная Земля Полностью Вот Здесь Тоже Мы 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 Просто Тупо Изгнали Отсюда А потом Когда Уже Вроде Все Нормализуется Мы Сможем С вами Уже Потихонечку Пойти В Экспансию И Все И Захватить Эти Территории Кстати У нас Здесь Появляются Еще Одни Восставшие Пойцы Это У нас Тупо Восстание И мы Виде Вражеский Агент Направляется К Вернее Агент Нейтральным Направляется К вражескому Полководцу Восточная Римская Империя В последние Дни Теряет Свои Теряет Вернее Свои Влияние На Нашем Регионе Это Радует Но С другой Стороны Они Потеряют Другие И возьмут Это Влияние Под шумок Например Те же Сосаниды С их Персидскими Амбициями Поэтому Нужно Иметь Ввиду Все Так Это Политика Экспансия Африка С нами Воюет Если Они Сейчас Контратакуют Кстати Африку Можно Попытаться Знаете Что Сделать С ними Мы Сможем Их Немного Почеребунить Так Называем Я Знаете Что Хочу Я Хочу Просто Покорить Чтобы У нас Какой-то Заслон Был На Западных Землях Ну К западу От нас Противник Погибает В битве Публи Фульви Константин Пакоин И у нас Аравия Восстание Дезинформация Войск Где там Вражеский Вот он Зараза Давайте Убьем Я не знаю Получится Не получится Его Прикончить Провал К сожалению И он У нас Не повышается Да Так Ладно Дезинформация У нас Прошла Отлично Вернее У врага Ну и Я думаю Пора Нам возвращаться Обратно Нам надо Восстанить Свои силы Потом Потом Уже Суп С котом Отходим Назад Конечно же Отходим Назад Смотрим Врага Враг Потихонечку Набирать обороты Мы тоже Будем набирать Ух ты Аданские Следопыты Налетчики Из пустыни Вы посмотрите Как тут Красиво Все Выглядит Так Следопыты У нас Работают У нас Осталось 1145 Золотых Монет Единственное Мы можем Что тут Построить Это у нас Мастерская Да Так Ладно Добиваем Этих Бойцов Я думаю Стражи Пустыни Могут Уже Пойти Чуть Чуть На Север Откуда У них Гребаные Анагры Я не Понимаю Эту Игру Как Почему За Что Сохраняйся Сохраняйся Сохраняйся